Какое оно – будущее нашей страны? Кто пополнит ряды казахстанских ученых, врачей, политиков и бизнесменов? И, наконец, где готовят представители будущей казахстанской элиты? Об этом вы узнаете из цикла наших передач «Назарбаев университет». Всем привет! Новое – значит риск, ну а прорывное – новое, вызов всему миру. Назарбаев университет появился осенью 2010 года, но вполне успешно доказывает, что способен стать в один ряд с ведущими вузами мира. Каждый из вас может стать его студентом или магистром, пройти бизнес-тренинги или повысить свою квалификацию. Назарбаев университет, о котором, собственно, и пойдет речь в ближайших наших выпусках, проект уникальный, более того, масштабный в своем международном значении и прорывной на всем центрально-азиатском пространстве. А это значит, что среди партнеров этого вуза известные университеты планеты, исследовательские научные центры с мировым именем и выдающиеся профессора, добившиеся успехов в различных областях образования. Осенью 2010 года успешно стартовала программа Foundation, разработанная UCL. Это всемирно известный университет, завоевавший высокий авторитет в области преподавания и исследовательской работы. Были приглашены 50 лучших профессоров UCL. На первом базовом курсе бакалавриата обучения прошли 480 студентов. В 2011-2012 году планируется набрать еще 500 студентов на программу Foundation. Для поступления на Foundation необходимо, чтобы средний балл аттестата был равен 4,5 из 5 баллов. Требование по IELTS 5,5 для технического факультета, 6 баллов для гуманитарного и экономического факультетов. А также необходимо сдать экзамен SET, то есть вступительные экзамены. Foundation-курс – это сертифицированная программа. Но кто ее придумал? В Британии среднее образование 13 лет. В других странах 11-12, даже в Соединенных Штатах Америки. Иностранец, который хотел бы учиться в Великобритании, не может просто так после средней школы в своей стране, он не может сразу прямиком поступить в вузы Великобритании. Поэтому была придумана эта программа, чтобы подтянуть иностранцев до уровня среднего английского студента. Сейчас вы увидите на экране, какие предметы изучают студенты дополнительно к английскому языку. Школа инженерии, физика и математика. Школа медицины, химия и биология. Школа гуманитарно-социальных наук, математика и экономика. Обязательный для всех студентов курс «Наука и общество». Студенты в Назарбаев университете – это самые хорошие студенты, которых можно было собрать по Казахстану. Это выпускники лицеев, это выпускники физико-математических школ. Очень сообразительные и умные студенты. Также мы в этом году начали в рамках нашей подготовительной программы наш национальный компонент обучения казахскому языку. Ребята по субботам интенсивно изучают казахский язык не потому, что мы должны выполнять это требование, и не потому, что это требует государственные стандарты, которые мы можем не выполнять. Потому что новый закон по нашему университету, который вскоре будет принят, он предполагает и дает нам три таких основных принципа. Это автономия, автономия от Министерства образования. Мы готовим руководителей и будущих лидеров для Казахстана, которые должны владеть государственным языком наравне с английским и русским языками. Язык — это главная практика. А обучаясь в Англии или же в США, конечно же, нет языковой практики по казахскому языку. И это немножко понижает конкурентоспособность ребят, которые обучаются там, потому что на данный момент в Казахстане казахский язык необходим. Поэтому у этих ребят, у них есть качественное образование, проводимое на английском языке, языковая практика по казахскому языку и еще, конечно же, опыт. То есть опыт обучения в стране на иностранном языке и с очень сильнейшими преподавателями таких вузов, как UCL, который входит в топовую пятерку в мире. Говорят, чтобы стать хорошим человеком и успешным человеком, развиться как лично, не только нужно много заниматься, есть четыре развития. То есть несколько, допустим, спорт, будучи ли это, музыка, культура, учеба, еще что-либо. То же самое у нас, если распределить свое время правильно, каждый человек может заниматься тем, чем хочет. То есть быть разносторонним? Быть разносторонним, да. У нас есть разные секции и спорта, и футбола, и волейбола. То есть есть люди, которые занимаются киноматографией, снимают разные фильмы. Вот видели наверняка в Фейсбуке, в Твиттере разные. К слову, учеба учебой, а отдых никто не отменял. Тем более, когда в Назарбаев университете для него все условия. И фонтаны бьют ключом и студенческие пабы, и выставки для так называемого эстетического восприятия. Даже на социальные сети времени хватает. Правда, не для блуждания в сети, а сбора интересных данных. У нас как в социальных сетях даже была сделана специальная картинка, которая у нас не называется демотиватор. И было написано так, математика по эньюшному, то есть на восемь девочек у нас приходится десять и с чем-то там, с дробинками мальчиков. Получается, у нас мальчиков больше. Передовой вуз страны расположился в тихой части города, недалеко от административного центра Левобережья. Здесь же, на огромной территории, есть общежития для иностранных преподавателей и кампусы, в которых живут студенты. Студенческий дом охраняет секьюрити. На каждом этаже видеокамеры. А в каждой комнате, рассчитанной на двух или трех студентов, удобная мебель и два санузла. Наш кампус, соответственно, всем мировым требованиям, как говорится, Назарбайдский университет пытался полностью идентично перенести все условия, атмосферу обучения на данный университет. И также кампус подпал под эти условия. И вот интернет локальный, так как он быстрее Wi-Fi, из-за этого администрация решила лучше провести локальную сеть. Из-за этого, видите, есть четыре входа на четыре человека. В дальнейших, как я знаю, в дальнейших планах, эту комнату дать на двух людей. В каждой комнате есть душ, туалет, сенсорные раковины. Потом вот эта вся мебель, предоставленная нашим университетом. Каждый студент имеет по одному шкафу. Ольбек, Ольбек, ты что тут делаешь? Я тебя везде ищу. Ольбек, что ты тут потерял? Я сам не знаю, как я здесь оказался. Я просто заглянул в аудиторию, чтобы посмотреть, как проходит учебный процесс. Ну и сам оказался за партой. Представляешь? Чудо. Где мои 17 лет? Ну, ты знаешь, учиться никогда не поздно. И потом. Мы сегодня рассказали нашим зрителям пока лишь про то, как сюда поступить и зачем нужна такая программа, как Фаундейшн. А уже на следующей неделе мы отправимся вместе с вами в Школу инженерии и Школу социальных наук, открытых при Назарбаев университете. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»